Здравствуйте, Валерий! Вы утверждаете, что обрезку делать не надо. Саша, песня хороша, начнай сначала. Я так хотел бы отдельно ещё поговорить. Ну, давайте так. Раз обещал на этом вебинаре, коротко скажу. Ну, вначале мы с вами дочитаем это письмо. Но у нас садоводы в основном с деревьями разные цели. Совершенно верно. А, нет, почему? Ой-ой-ой, вот сейчас вы это самое. Оказывается, я что-то автоматом согласился. Дерево нужно продолжить рот, для этого достаточно мелких плодов. Что хорошо видно на дичках. Там мякоти почти нет, но этого достаточно, чтобы возрастить кочки семена. А нам-то в садоводстве нужны очень плоды, крупные свойства. Дерево стремится больше к количеству. Нас при этом и качество заботит. В Астон-Сибири, может, обрезание и приводит к усыханию деревьев. Но на юге страны климат другой. И деревья от обрезок не усыхают. К тому же обрезком молаживое дерево спасает от разломов. Так, ну всё, приехали. Обрезком молаживое. Ой, Галя. Вот этими руками задушил бы. Так, ну не до конца. Я бы вас вот так душил бы и говорил. Откажитесь от того, что обрезком молаживое. Откажитесь, откажитесь, откажитесь. Через 10 секунд и вряд ли. Говорите не обрезкового уничтожения на юге. Вот так бы я с вами был. Вот так бы. Это такая большая доказательство, как тебе надо. Ужас. Смотрите. Этому надо посвятить отдельно. А я сейчас всё расскажу. Не всё, а ещё фотографий не хватит. Для полных доказательств. Итак, значит, ряд деревьев. Называется ранятка. Ранятка одичала. Плоды от таких вот. Вот как ногти на мизинце. То есть, как ногти вот этих-то. До таких, как на большом пальце. Совершенно одичёшь. Но это ранятка. На улице города. Всю зиму я шёл мимо этого ряда. Я даже уже рассказывал. Вот. Об этом пару раз. Но это было давно. Может, вы не усустили. Не трогали. Они висели. Ни одна. Плодик не упал. Где-то до февраля. В феврале было раздолбано первое дерево. Где самые крупные были. Значит, самые вкусные. Потом уже, на котором мелче, мелче, мелче. Картина налицо. Значит, деревья, птицы выбирали самые сладкие. И семена разносили самые сладкие. Кстати, помните моё утверждение, что деревья культурные появились раньше людей. Культурные сладкие, как вы говорите, сочные. Почему? Потому что, поверьте мне, птицы и прочая живность там. Все, кто жрёт эти плоды, это и копытные, и парнокопытные, и не парнокопытные, и кто угодно, и дикие кабаны. Все, кто жрёт всё, что упало, выбирают сладкие. В сладких плодах есть то самое, то, что мы называем глюкозой, сахарозой. Ну, и сахар в прямом смысле. Вот. В сладких плодах. Они в желудках у всех, у птиц, у зверей, перерабатываются в... Правильно? Ц2H5H. Забыли? В школу. Ц2H5H – это этиловый спирт. Вот это реальность такая. Почему мы любим всё сладкое, вплоть до сладких булочек, вплоть до мёда, вплоть до конфет, вплоть до тортов. Вот это главная причина. Значит, стали бы мы толстеть просто так. Вот. А потом морда не пролазит в эту дверь. А вырабатывается Ц2H5H. Поэтому цели у деревьев и у нас не разные. Просто получилось так, что деревья, благодаря катаклизмам, оказались в совершенно разных условиях. Ой, какая огромная тема. Вот что же мне с вами делать-то, а? Ну, за что вы мне такое описание писали? К тому же добавили, что обрезка омолаживая дерево. Я не заметил, чтобы дерево стрелилось в количестве. Существует естественное ареало. Там всё правильно. Даже там, где естественные ареалы, где они, если не миллионы, то десятки миллионов лет назад образовались. У них определённому климату привыкли. Вот. И в результате они тоже не каждый год плодоносят. И у них тоже идёт выбор, потому что вся живность выбирает послаще. А значит, разность послаще. Но там понятно. А у нас получилось как? Мы, у нас всё по-своему, Галя. У нас настолько мы стали северянами. И пробуем делать дерево. Оно же должно быть. На севере жить, да ещё, как вы пишите, крупные сочные. Прививки. Сохраняем, сохраняем. Теперь. Что такое привитое дерево? Вот. Сейчас. Я бы говорил только вот сейчас. Сейчас. Ну, попробуем так. Смотрите. Как бы, короче. Что такое привитое дерево? Во-первых, на севере, Сибирь, Урал, Дальний Восток, Север России, оно становится менее... То есть, у него сезон развития, я боюсь научными словами, от весны до осени, до засыпания. Короче, согласны? Я специально. Посмотрите, как вам устроили бы эти яблоки? А вот эти яблоки вас бы устроили? И вот что получается. Сезон короче. Так. Вот. Приваем и приваем для того, чтобы проходит 2-3 поколения. Вот. И в результате, тем самым Ранецком Сибирьком, которые раньше созревают, эти качества передаются этим вот культурным деревьям. Это одно. Второе. Долго ли они остаются такие крупные? Без обрезки. Вы же хотите обрезать, чтобы сохранить крупность? Вот смотрите сюда. Я специально взял вот это дерево. Пока одно, потом у меня таких много фотографий. Все цветения на концах веток. Здорово, да? Вот. Разве можно его резать? Я вам уже десятки, сотни фотографий показывал с обильнейшим урожаем. Ну, ладно, это еще молодежь. Хорошо. Вот. Теперь смотрим, что такое. Вы хотите иметь груши, абрикосы? Смотрите. Я специально выбрал грушу. Это было вчера или позавчера. Начинается дождь. Я специально ждал, потом сходил, мок, промокал. Цените. Вот. А это груша в моем саду. Им думаете легко? Посмотрите. Где-то она мокрая, а где-то еще сухая. Где-то она мокрая, где-то сухая. Почему я это показываю? И вот, наконец, груша постарше. Так. И вы еще не поняли, к чему это все говорю. А сейчас объясню. Дело в том, что все привитое дерево уроды. Еще раз. Привитое дерево – это почка, взятая с боковой ветки. Являясь самой почкой и должна была вырасти. Ну, скажем, вот такую ветку. Вот такую. Все. Вот уже фактически взрослое дерево. Вот смотрите, в чем взрослое. Вот видите ветка. Я мог ее взять годом раньше на прививку? Мог. Она, вот ее судьба. Она еще подрастет немножко. Ну, еще пусть два раза толще станет. Но деревом не станет. А почему уроды? Потому что этого знаю я и только вы. Больше никто когда-то об этом будет изучать. Дерево, штамп, не предназначен, чтобы он мок. А почему у меня мокнет и гниет? У меня, у железа. Я еще кучу фотографий оставлю до следующего раза. Одним днем не ограничимся. Почему оно гниет? Потому что крона неестественная. Я вам потом подберу пару фотографий с естественной кроной. Она настолько густая, что долго-долго уже дождь кончится. А у меня я фотографии делал. Ну, не успел сегодня. Да и не стремился. Иначе одной темой ее ограничить. Поняли теперь? Жиденькая крона. Потому что вот такая ветка или вот такая мы сделали силком дерево. Мы заставили ее расти. Потому что мощный подвой, тот же самый уссурийский груша, мощнейшее трехэтажное дерево в этом природе. Мощнейшее трехэтажное дерево. Она стрекает, что передает этой ветке, но она никогда не даст полноценную крону. И тут, Галя, вас научили. Не зря же вы, как бы сказать, не просто. Вы знаете, мне нравятся такие письма. Знаете почему? Вроде бы вопрос задаете. Но видно, что у вас уже есть свое мнение. Обрезка омолаживает дерево. И спасает от разлома. Вы знаете, как редко у меня, несмотря на мокрый снег, сдавались там это. Как редко эти разломы. Чтобы спасти от одного разлома, это значит, сами знаете. Помните, отрежем все вот такие вот. Не буду долго говорить. Плохому учить. Вот. И вы калечат, калечат, калечат. И только в одном случае 100 спасают от разлома. А 99 это тяжкая работа. Это болезни. Это не омоложение дерева, а приближение смерти. Какое хрен омолаживание. Она перед смертью выбросит ветки. И что она делает, эта груша? В таких случаях. Она, когда, она и так, ну это яблони, ладно. Потом покажу еще пример. Вот. Она любую возможность использовать, чтобы опять загустить. Чтоб не дать, чтобы вот здесь вода не текла. Вот это основа основ. Для этого у нее, у груши своя крона. У яблони своя. А абрикосов своя. Это бедная груша, которая попала с осушливых мест. Она на 10-20 метров заболивается в землю. Понимаете? Чтобы дойти до воды. И абрикос также. А мы ее переселяем в мокрые места. И вместо того, чтобы не дать ей сгнить, вот это основа моего длинного разговора. Я уже 15 минут говорю. 13. На эту тему. Вместо того, чтобы не дать ей сгнить, мы берем и режем ее. Мы осветляем. Чтобы еще больше вода. Вот это самая страшная вещь для груш. Вот это вот. Пока по себе заказали. Вот это вот. Понимаете? Самая страшная вещь. Это и у меня. Хотя я ее не осветляю. Но то, что мы взяли боковую почку с боковой ветки, выпрямили и насильно сделали ее деревом, а у нее нет вот этой пропорциональной прекрасной кроны, которая закрывает полностью, которая становится непроницаемой крышей. Потому что под этой крышей еще почва. А почва черви. А вы видели червей на асфальте? Во время проливных дождей. Спасаем ца караул, кто может. А мы мало того, что дерево же, оно же как единое целое, с почвами, с червями, сухими. Я же вам показывал выше. Вместо этого, вот это вот самое. Ну, извините, я на вас набросился. Вот. Но в вашем вопросе уже и ответ был. Понимаете? Вы утверждаете, что обрезку делать не надо. Да, утверждаю. В двух случаях при пересадке, куда денешься, делаем обрезку. А иначе вообще, вот, все получите. Вынужденные меры. И обрезка на омоложение. Ну, еще где-то что-то так бывает, это самое. Но это мы все проходили и будем проходить. А у вас фактически, как сказать, есть свое мнение. Так. А вы на юге. А режьте, что хотите. Знаете, как шло, вы на юге, а юг еще есть южнее вас. Вы в курсе, что есть в Средиземноморье. Садоводство пошло оттуда. Так. В какой-то момент, даже в Средиземноморье была Сибирь, а уже, допустим, Германия, до Франции доходила. Представляете? Там Дания, Швеция, это само собой, это километры льда вертикальны. Вы можете понять, что такое километры льда вверх? Не вбок, не вширь. Вверх, вот туда, в небо. Километры льда. И где-то все садоводство ушло, это самое, в Африку. Так. И это было недавно, 10-12 тысяч лет назад. Представляете? Вот этот панцирь гигантский. 2-3 километра над этим, над Европой. Что делали деревья? Ушли в Африку, что если погибли? Ледник растаял, что-то вылезло из почвы, что-то это. А потом люди, давай его на север. Как наши эти, как их, которые, переселенцы эти, которых называют эти, Столыпинскими. Пару саженцев, горсть этих самых, косточек, да, вот таких. Вот. И вот, пожалуйста, Адичало, я же не против вас говорю, Адичало, и вот оно в Сибири вот так. Плоды в 20 раза мельче. А это та же самая, это самая, Владимир Скорьевич, а как я догадался? 30 лет я смотрел на эти деревья. До этого же они еще не плодносили, они же с косточек. И на 31-м году на одном дереве вот такие оказались. Вот такие вот. С чего вдруг? А пылить некому. У меня в Моезуковске, в соседнем саду, через дорогу, да и это не потомство, а само дерево. Вы понимаете? Да, вот оно изобилие. Вам бы сейчас это изобилие. Вот тогда у вас же нет такого в Европе. Нет, у кого есть люди, у кого вишня есть, да. Но большинство-то погибло. И вот вы это представляете собой. Миллионы не себя, а миллионы садоводов. Стоит дерево обрезать два раза, половину веток отрезать, как вы говорите, плоды укропнятся. И через несколько лет будет то, что в Европе, у нас в Сибири. Вот. А у вас, я одно понять не могу. Значит, привили. Всё, что касается днепривидных деревьев, мы это проходили. Можно получить мельче, крупнее, но уже угадать невозможно. Первое. А второе. У вас деревья гибнут, а вы не видите этого. Почему? Вы говорите так. Всё в порядке. Я про ваш Кубань, Ростов. Помните, человек жалился во всём районе ни одного абрикоса. А у нас они не могут. У вас в Сибири, у вас морозы, подумаешь. Вот. А у нас не могут быть. Когда дерево изувечат, оно, я опять приготовил к завтрашнему фотографию, свежую. Я готовился к этому разговору, но не укладываюсь в одну. Сейчас только приехал и не успел даже перекинуть. Вот. Когда дерево изувечат, оно покрывается А. грибами, Б. насекомыми. И его все вместе жрут, жрут. Но эти-то насекомые, они что интересно, они жрут зелень. Вкусная, особенно молоденькую, знаете, сочную. Вспомните, саженцы, покрытые полностью тылёй, как сверху до самого этого, до земли. Особенно свеженькую. Грибы нет, грибы жрут международную свечину. Вы видите, что у вас всё дерево в грибах, и листья в грибах, и штамп в грибах, и этот, как он называется, все скелетные ветки, и любая ветка, всё в грибах. А дерево живое, и даже что-то пытаются плодоносить. И плоды, вам кажется, что крупные, по крайней мере, в юг же. Вот. Вы не видите, никто, не вы, ни один академик, ни один академик не видит, что это не то, что вот было прекрасное дерево, вот на поле грибы, жрут, жрут, жрут. А это не считается ни причиной. Связи между болезнями, между грибами и обрезкой не видит никто. Только мы с вами. Те, кто, ветераны, кто в 2018 начал смотреть. А кто-то меня знает уже 10 лет, 20 лет. Вот такая эмоциональная у меня это. Продолжение следует...